Приветствую, уважаемые рыболовы-доночники! С вами ваш Алексей Фадеев, а это значит, мы будем говорить с вами о тонкостях и секретах фидерной ловли. Сегодня по многочисленным просьбам современных доночников я решил поговорить о теме маленьких крючков и тонких поводков в фидере. Об этой теме мало видеосюжетов и мало написанных статей. Людей конкретно интересует, какими крючками пользуюсь я, как правильно привязать маленький крючочек и вообще какие самые лучшие лески, я считаю, стоит вообще применять для оснащения маленьких крючков. Использование мелких крючков в фидерной ловле гарантированно вас выведет в ранг мастера, потому что те рыболовы, кто ловит долго, рано или поздно приходят к пониманию прописной истины. Чем натуральной будет преподнесена наживка, которая преподносится естественно на крючке, тем чаще будут поклевки, а если будут часто поклевки, значит и будут чаще подсечки, которые принесут вам улов. По большому счету, все, кто начинают ловить на мелкие крючки с тонкими поводками, в фидере или, если мы будем брать даже и поплавочную ловлю в сравнении, становятся теми, кто больше ловит. Ладно, не буду ходить вокруг да около, а расскажу о своих самых любимых крючках последние пятилетия. Вы, наверное, следите за моим рыболовным творчеством и видите, что я уже последние 10 лет пользуюсь крючками от японского производителя компании OVNER. Я начинал сначала со средних по размеру, а потом через некоторое время пришел к мелким. И вот в компании OVNER есть огромное количество всевозможных моделей, всевозможных модификаций и в расцветках, как раз подходящих для ловли в фидере. И вот сейчас вот перечислю вам несколько из самых моих любимых. Начинал вообще я еще помню этой модели очень много-много лет с модели 502-86, называется она Soda. Но этому крючку много лет, точно больше, чем 10. Я вам сейчас показываю 18 размер. Это, наверное, самый часто мой применяемый для ловли мелких платвичек. Крючки выполнены из 0,26 стали, очень прочные, качественно прокрашенные. На них, соответственно, очень хорошо размещаются единичные насадки в виде там единичного опарыша или единичной личинки мотыля. Крючок потрясающий. И что самое ценное, что этот крючок, даже если немножко разгибается, его всегда можно поправить. Бывает так, что мы тащим какую-то там серьезную рыбку на затянутом фрикционе, теряемся, просто забываем его настроить, и крючок может чуть-чуть подразогнуться. И всегда его можно поправить, вернуть в прежнее положение, и он будет также продолжать работать. Эти крючки активно применяются для ловли такой рыбы, как платва, густера, подлещик в весовой категории от 100 граммов до 300 граммов. Советую на них обратить внимание. Самые востребованные мной размеры, повторяюсь, 18 и 16. Значит, вторая модель, это модель 502-57, это тоже сода, но только, видите, в черном цвете. Эти размеры 18-16-14 я тоже использую очень активно. Просто красненькие крючочки чаще идут у меня тогда, когда я ловлю на красную личинку опарыша или на крупного мотыля. Эти я использую тогда, когда я ловлю на тоже и мотыля, и опарыша, тогда, когда у меня, например, перловка в качестве насадки, может быть. Также использую их в фидере, и они мне очень нравятся. Еще одна модель, которая, соответственно, показала себя отменно на рыбалках, особенно там, где есть под водой мусор, потому что это уже более толстая, 0,33-я сталь и даже 0,37-я. Серия называется 503-19 Чинто. Эти крючки хороши для ловли, причем не только вот такой рыбки от 100 граммов до 300. Ими можно запросто ловить рыбу и до килограмма. Надежные, крепкие, помню рекорд на Чинто, 14-го размера, на одной рыбалке поймал более чем 6 лещей, и с этим более чем килограмм, и с этим крючком ничего не случилось, но я в силу своих спортивных стереотипов после 6 лещей просто снял и поставил такой же крючок и стал ловить. Ну, просто у спортсменов есть фобия менять крючки после поимки нескольких крупных рыб. Ну, вы, в принципе, ребята, можете этого не делать. Наилегчайший крючок для мега-деликатной ловли, соответственно, плотвы, особенно вот в зимнее время, серия 502-81 Сода Лайт. Это та же модификация соды, такое же построение крючка, чуть удлиненное цевьё, такой резкий лоб у крючка, такой закруглённый затылок. Ну, это классическая плотвинная форма крючка. Это воистину спортивная модель, которая здорово показывает себя тогда, когда нам приходится подавать насадку с неким запозданием. Просто бывают такие ситуации, когда плотва и густера клюют на падении наживки, и нам нужен наилегчайший, но при этом прочный крючок. И вот это Сода Лайт, я, кстати, рекомендую на него спортсменам обратить внимание, если сейчас с ума сходят по лёгким крючкам, поверьте, он легче, чем многие другие модели. Ну и классика для ловли на реке на канале спортивный крюк, о котором уже ходят легенды, который в некоторое время был в реальном дефиците, это серия 503-101 и 503-100. Значит, эти крючки 503-101, они красненькие, 503-100, они, получается, имеют такую бронзовую расцветку. Сталь достаточно толстая, начиная от 0,33 до 0,39 в 14 размере, но при ловле как бы агрессивной такой речной рыбы. Получается так, что, как показала практика, в фидерной ловле, особенно на реке, очень хорошо работают крючки, у которых длинное цевьё. То есть, причём оно достаточно длинное. Тогда в этом случае, как сказать, поводок очень хорошо разворачивается во рту рыбок, у которых изначально рот не очень крупный. Вот поэтому для ловли платвы данный крюк является просто бестселлером. Знаю, его любят не только, кстати, фидеристы, но и поплавочники. Этот крюк вообще был одно время у меня три года в Фаворе. Я и сейчас живу, соответственно, на реке, фактически, в Чувашии. То есть, мой регион это Поволжье, и вот этот крюк номер один по платве, по кустере был и остаётся. Получается, что для ловли мелкой рыбы и средней, и подчас крупной, я использую крючки в размерах 18, 16 и 14. Для средней рыбы я использую крючки 14 и 12. Здесь, соответственно, у всех всегда самые большие страхи, связанные с крючками именно размера 18 и 16. Потому что не всегда удобно этот крючок привязывать, особенно людям, у которых большие пальцы и есть некоторые недостатки созрения. Но в любом случае вы просто должны себя мотивировать, заставить приобрести, может быть, специальную лупу, настроиться и привязать. Потому что если вы привяжете, а потом привяжете это к оснастке и попробуете в деле, вы увидите, что рыба будет клевать чаще. Почему же она чаще клюёт? Клюёт она потому, что на таком маленьком крючочке подача наживки происходит максимально естественно. Особенно таких вот, когда мы сажаем на насадку немного. Потому что рыба же в естественной среде, она же не питается комками, кучками. Она высматривает объекты максимально, ну, как сказать, естественные. Маленький платоктон, маленькие зёрнышки, маленькие плывущие какие-то, соответственно, там кусочки чего-либо, да, там может быть. То есть вот она охотится за чем-то мелким. А если вы попробуете вот это мелкое посадить на крупный крючок, во-первых, скорее всего, у вас это и не получится, потому что крупный крючок эту мелкую ту же наживку может просто, ну, разорвать, да. А на маленьком крючке маленькая наживка смотрится невероятно вкусно, и рыба спокойно это дело атакует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова